Дорогие коллеги, моя лекция будет посвящена нескольким аспектам фаз в наноструктурах и проявлению базе-коденсации в наноструктурах. Прежде чем начать непосредственно с темы лекций, позвольте мне начать кратко с историей вопроса. В 1924 году базе придумал новый способ вывода теплового распределения планка. Он ввел понятие о тождественных частицах. Это, собственно, излагается в полной статистической физике как вывод базе. Он направил свою статью «Philosophical transactions» и она была отравнута, как незаслуживающая публикация. После этого он направил свою статью вот в его письмо Эйнштейну. Я осмелюсь послать вам предлагаемую статью для внимательной чтения и оценки. Очень бы хотелось узнать, что бы о ней думали. Эйнштейну понравилась работа. Он перевел ее на немецкий язык и опубликовал в «Садщик Турфизик». После чего он начал работать над соответствующим методом для того, чтобы обобщить его не для фотонов, а для частиц массой отличной от нуля. Как известно, для фотонов химический потенциал равен нулю. Химический потенциал – это производная от свободы линейки по числу частиц. Но число частиц в равномесии определяется в условии минимума. То есть в условии экстрема ДФДН равняется нулю, значит химпотенциал всегда равен нулю. В случае же частиц с массой отличной от нуля. Химический потенциал отличный от нуля. Он меньше нуля от не взаимодействующих частиц. И при понижении температуры получается так, что химический потенциал увеличивается по абсолютной величине и в какой-то точке достигает нуля. Но оказалось следующее обстоятельство. Если проинтегрировать функцию распределения Бозе – Эйнштейн, как потом стали ее называть, по энергии, то мы должны из условия дурмировки получить число частиц. А оказалось, что интеграл меньше числа частиц. Его все время вмешается. Тогда Эйнштейн, после недолгих размышлений, я даже видел соответствующую страницу справку Эйнштейна, вставил такую фразу, сделаем гипотезу, что все частицы, вот эти недостающиеся, на самом деле попадают в одно основное состояние. Понимаете, во всех состояниях число частиц – пропорциональный интервал. А в одном единственном состоянии, как сейчас мы сказали, там помимо непрерывного распределения Бозе-Эйнштейна, имеются еще дельта-функции. Таким образом, этот парадокс был ликвидирован. Температура, при которой возникает равенство нулю химического потенциала и наличие вот этого макроскопического заполнения основного состояния, которое потом начало называться Бозе-Эйнштейновской конденсацией, несправедливо, это Эйнштейновская конденсация. Она получилась только у Эйнштейновых частиц с массой отлично от нуля. Соответствует температуре порядка h квадрат стайной планки делить на массу частиц на n в степени 2 третьих. И это отвечает, конечно же, квантовому режиму, когда температурная длина волны демброльна в порядке равна среднему расстоянию между частицами. Ну, с точностью до константы. Таким образом, вот красная линия, это непрерывное распределение при Т больше ТС, а при Т меньше ТС, вот непрерывная линия, а потом скачком некое состояние вблизи температуры, вблизи энергии равна нулю. После этого началась долгая история, но основные я попытаюсь рассказать об основных этапах только. В 1938 году Карпица открыл сверхтекучесть гелия. И тогда немедленно Лондон сказал, ага, вот это и есть база конденсации. Для того, чтобы объяснить сверхтекучесть гелия, позже Ландау построил фемиологическую теорию. Он не использовал понятие база конденсации, естественно. Потому что, ну вообще, трудно было бы и применить теорию база конденсации, казалось бы, к этому состоянию. Потому что база конденсация была развита для частиц, не взаимодействующих. А здесь конденсированные фазы, и частицы очень сильно взаимодействуют друг к другу. Было неясно, даже есть база конденсатора или нет. Позже оказалось, что есть. Точные расчеты методом Монте-Карло позже показали, что концентрация базы конденсации невелика. Оказалось следующее. Для основного состояния системы нет взаимодействующих частиц. Все частицы в основном состояли в базе конденсации. Увеличиваем взаимодействие. Пусть эта температура очень низкая или температура даже много. Тогда частицы выходят из базы конденсата. Энергия не равняется сумме энергии, если частицы взаимодействуют. Выгодно им выходить из базы конденсата, при этом полная энергия поднижается. И чем больше взаимодействие, тем больше истощается конденсат. Так вот, гелий истощился настолько, что в нем осталось только 9%. Экспериментально меряется база конденсат. Были попытки измерения базы конденсата в непосредственном гелии в следующем образом. Рассеиваются нейтроны. В базе конденсате, поскольку частицы обладают в основном составе импульсом равным нулю. То не передается импульс. И должен быть маленький печок. Но как это считается? Считается полное число рассеянных нейтронов, полное число частиц и число рассеянных частиц на угол отличной от нуля. А потом вычитается. Но это мало разных двух больших причин. Это все равно, что взвешивать с капитана, взвешивая судно с капитаном, а потом вычитаем вес судна. Можно получить и отрицательный вес капитана, между прочим. То есть при этом это означает, что критерий три сигма, то есть ошибка, в общем не намного меньше, чем получаемый результат. По этой причине наличие базы конденсата не было надежно установлено в гель. А что нужно для того, чтобы установить его? Ну понятно, нужно ослабить взаимодействие. Ну и ослабить взаимодействие, значит сделать газ все более и более разреженным. Но если газ сделать разреженным, то концентрация понижается. А по формуле, которую я приводил, предыдущей форму, которую я приводил, вы видите, что температура пропорциональна не для третьих. А масса довольно велика. И оказывается, чтобы работать с газом, в котором наблюдался бы база конденса, нужно охлаждать газ этот до температур нанокельвины. И по этой причине понадобилось десятилетие развития для того, чтобы охладить газ до соответствующей температуры. понадобилось еще одно номерское время для того, чтобы установить, каким образом можно охладить газ с помощью лазерного излучения. То есть лазерным излучением забрасывали электроны на верхние уровни. При этом лазерное излучение энтропия почти нулевая. А потом они, фотоны, после перехода из возбужденного уровня в основное состояние, фотоны спонтанным образом испускаются по разным направлениям и вносят энтропию. То есть система охлаждается. Таким образом можно было охладить газ достаточно глубоко. Кроме того, можно было систему поместить в ловушку, а потом снять конфайминг ловушки так, что газ расширяется. В результате были достигнуты вот эти температуры нанокельвины. Одновременно было дальнейшее концептуальное развитие. В работе, которая не имела отношения с вертекучестью, в 50-м году, в знаменитой нобелевской работе Гиттбурга Лальдау, посвященной фемиологии с вертекучестью, они ввели очень важное понятие. Понятие «он», которое потом стало называться «недиагональный дальний порядок». Если взять одночастичную матрицу плотности, ее «недиагональный элемент», зависящий от координат, и раздвигать эти координаты, то для всех систем «недиагональный элемент» должен стремиться к нулю. Но вот в эгерентном состоянии, оказывается, на больших расстояниях он не стремится к нулю, а, как предположили нам Дау и Левшиц, он равен произведению неких двух функций, которые Пси-Атера-1, Пси-Атера-2, и Пси-Атера они стали называть параметром порядка. То есть, фактически, на дальних расстояниях есть какой-то порядок для разных координат. Вот этот порядок стали называть «недиагональным дальним порядком», и он связан с наличием вот этой функции Пси-Атер, которую стали называть макроскопической волновой функцией, характеризующей квадренную систему. Были замечательные работы Ландау, Халатникова, посвященные развитию теории сверхтекущей и так далее. У меня нет времени на это восстанавливаться. Значит, я сосредоточусь на базе конденсации. И, наконец, через 70 лет после предсказания базы конденсации, наконец, база конденсации была открыта в охлажденном газе нейтральных атомов в ловушке при температурах порядка нано-кельвина. Вы установили это следующим образом. Понятно, что если имеется в системе база конденсации, то система как бы состоит из двух компонентов. Одна с энергией больше нуля, и у нее есть энтрофия, а другая как бы находится в основном в состоянии системы при температуре как бы ноль. И это означает, что в основном в состоянии системы, конечно, все частицы должны свалиться в центр ловушки. И там должен быть пик. Если осветить ловушку, то этот пик при растении должны были бы обнаружить. И вот действительно он был обнаружен. При понижении температуры, видите, вырастает острый пик. Помимо этого, если система конденсации, если вы возьмете две ловушки с бозы газом и снимете канвайну, значит, удерживающий потенциал, то база кинтенсации начнут распространяться навстречу друг другу. И поскольку система квантовая, то в системе возникнет интерференция. И эта интерференция наблюдалась. Кстати сказать, в этой области было много и очень забавных моментов. В частности, один забавный момент был такой. Пытались интерференцию наблюдать для гелия, но в гелии как раз длины конкретности микроскопически малы, и никакой конкретности и быть не могло. По этой причине авторы соответствующих исследований... В этой области, кстати, для гелия-3 была известная работа Андерсон ошибочная. А в гелии вот это было такое наблюдение, так что авторы опубликовали свои труды в виде стихотворения в журнале «Соли Стейс Кобикейшнс», и это было очень давно. И кто-то из референтов Винети, даже соответствующий реферант, написал тоже в виде стихотворения. Ответ был такой, что результат отрицательный. Но вот здесь действительно обнаружили базовый конденсат, но при очень низкой температуре. Сейчас это громадная область, здесь есть ряд интересных эффектов, и она интенсивно развивается. Давайте перечислим вообще системы, такие с макроскопической конгенентностью, в которой мог бы быть конденсат. Ну, во-первых, значит, это обнаруженные базы конденсации разреженных газоатомов, свертягучий гелий, в котором всего 9% конденсата. Но, кроме того, интересно было бы поискать некоторые другие системы, в которых, как вы помните, температура перехода обратно пропорциональной массе. Как бы поискать такие частицы, у которых масса была бы существенно меньше массы атомов, так что температура значительно больше. И по этой причине возникла мысль использовать какие-то возбуждения в твердых телах эксидоны и другие. Ну, кроме того, сейчас как бы установлена базоконденсация магнонов, обсуждается вопрос о базоконденсации свертекучести в астрофизической системе, и существует некий подход к описанию теории лазеров в виде конденсата фотонов, но это не равновесный конденсат. То есть это некий, на самом деле, не вполне то, о чем сейчас идет речь. Теперь, если говорить о возбуждениях, то следует понимать, что электронные дырки взаимодействуют по кулоновскому закону. По этой причине, на первый взгляд, должен быть вообще мэпинг, должно быть взаимнооднозначное соответствие между тем миром, в котором мы живем, и, соответственно, базоконденсация, в котором наблюдается, и миром квазичастиц, которые тоже взаимодействуют по кулоновскому закону. Но нужно учесть только масштабное преобразование. Энергия связи атома-водорода – это риттберг, а энергия связи экситона – это эффективный риттберг, который отличается от риттберга заменой массой, эффективной массой электронных идилок, ну, в частности, в арсените галя эффективная масса – 0,07 массы, то есть существенно меньше. И делите еще на диэлектрическую проницаемость. Для арсенита галя – это 12,1. То есть, видите, экситон в квадрате – значит сонде. То есть существенно меньше масштаба по энергии. Что касается энергии, что касается эффективного боровского радиуса, то он существенно больше, потому что он здесь пропорционально сепсион и обратно пропорционально эффективной массе. по этой причине у атома водорода боровский радиус – это полонстрема, ну, а здесь – 70 амстрем, скажем, для арсенита галя, и эффективные энергосвязи 5 мл электрон будет. Но, в остальном, как бы должно быть, должно быть взаимоднозначное отображение. На самом деле это не вполне так, потому что мы живем-то в трехмерном мире, а полуправниковую структуру можно изготовить любые. Можно сделать двумерными, однонерными, можно взять разные топологии. Там существенную роль играют примеси. Ну и, кроме того, существенную роль может играть и неравновесная система. Но, если отличить от этих факторов, то должны быть соответствующие аналогии. Неидеальному газу должен отвечать неидеальный газ экситрунов. Конденсация Базенчтейна должна соответствовать база конденсации экситрунов, связанных с состоянием электронных удера, и должны наблюдаться, возможно, и другие фазы экзотические, более экзотические. Теперь температуры. По этой причине температура переходов может быть даже на 8 порядков больше, чем у атомных газов в ловушках. И по этой причине это можно было бы, возможно, даже использовать для какой-нибудь бездисципативной передачи информации и так далее. По этой причине это интересно. Но вот есть существенное ограничение, что условия существования квадратной местной фазы должно быть таким, что время жизни этой фазы электронные дырки рекомбинируют. Но оно должно быть существенно больше, чем время релаксации. То есть система должна успеть срелактировать в равномесную фазу. Существует несколько путей для выполнения этого условия. Один из путей в свое время был предложен нами, и он сейчас как раз и используется в одной из систем, о которых я буду говорить. Система состоит из двух тонких полупрудниковых систем, которые состоят из трех систем, в которых, как утверждают экспериментаторы, наблюдается базовая проденсация. Одна из них система, которая была предложена в наших работах довольно давно, и сейчас она экспериментально наблюдается в ряде групп. Значит, система состоит из двух тонких полупрудниковых слоев, так называемых квантовых ям, отделенных барьером. Между ними приложено электрическое поле, и оно разделяет электроны и дырки. Так что в одной системе имеются электроны, в другой — дырки, но здесь образуется связанное состояние электронов и дырок. Это такой эксидон, у которого в основном состоянии имеется диполь. Эксидоны друг от друга отталкиваются по дипольному закону, и по этой причине это предотвращает образование, так называемых, проекторных дырочных капель. Так что система остается системой базового. Теперь, если приложить к системе напряжение, то в принципе можно запустить ток по одной из пленок, тогда будут увлекаться и электроны в другой пленке. Но это будет отвечать тому, что это течет ток в противоположную сторону. Если в системе есть сверхтекучесть, то соответствующее движение будет бездиссипативным. Это бозоны, значит, в системе возможность сверхтекучесть. И тогда это возможно бездиссипативная некая передача информации. Кроме того, если приложить параллельное магнитное поле, то по системе диамагнитный ток отвечает тому, что существует клубовой ток. Это именно в системе текут вот эти экситоны бездиссипативным воздухом. Значит, имеются два режима. Один режим – это режим плотной системы, когда имеется в нулевом приближении ферми-сфера электронов в одной пленке и ферми-сфера дырок в другой. Электроны притягиваются к дыркам. И эта система эквивалентна той, которая имеется в сверхпроднике. Там имеются две сферы ферми-электронов. Одна со спином вверх, другая со спином вниз. А притяжение связано с обменом фононами. А здесь это просто гулоновское притяжение. В этой системе, точно так же, как в сверхпродниках, к этой системе применима теория типа Бардена-Бупера-Шерифера, в этой системе образуется щель, система может быть свертекучей. Вот этот режим экспериментально не наблюдался. Наблюдался экспериментальный режим, разреженный наоборот системой. Я о нем чуть позже поговорю. Но наблюдался соответствующий режим в близкой системе. А именно, пусть имеются две пленки электронов, но в сильном магнитном поле. Тогда я обращаюсь к лекции Мирлина. Мирлин рассказывал, что если система находится в сильном магнитном поле, то в системе имеется квантование. Это квантование ландала. То есть, в системе не непрерывный спектр, а дискретный, состоит из разнесенных на одно и то же расстояние уровней ландал. Расстояние, постоянная планка умножить на циклотронную частоту, циклотронную частоту классического движения электронов в магнитном поле. Теперь, но каждый уровень вырожден. Кратность вырождения, согласен с приведенной формулой, я не буду снова это все выводить. Значит, вот какая. Она пропорциональна магнитному полю. То есть, на другом языке, число возможных состояний на уровне ландала равняется числу, в точности равно числу квантов потока, проходящих через систему. Если уровень ландала полностью заполнен, это значит, каждому электрону соответствует один квантов потока. Если уровень ландала заполнен наполовину, так мы подобрали магнитное поле, то на каждый электрон приходится два кванта потока. Тогда остается половина свободных мест. Система вырождена. Решить эту задачу сложно, но был придуман следующий трюк. Трюк перехода к квазичастицам нового типа. А именно, значит, на каждую частицу приходится два кванта. Тогда создадим новую квазичастицу. Который, это электрон с привязанными двумя квантными потоками. Тогда, в приближении среднего поля, все кванты потока уже связаны. То есть, нет квантов потока. То есть, новые квазичастицы, в отличие от электронов, двигаются в среднем, в нулевом магнитном поле. То есть, мы собили задачу с сильным магнитным полем с половинным заполнением уровня В, к задаче о вот этих новых частицах, назовем их композитные фермионы. Композитные, потому что они состоят из электронов и двух квантов потока. В отсутствии магнитного поля. Но в отсутствии магнитного поля, поскольку это фермион, как можно показать, то они образуют ферми ферми. То есть, имеется сфера ферми для таких композитных фермионов. Теперь, вот две плюнки, которые отвечали системе электронов в сильном магнитном поле. Это означает, что есть две сферы ферми. Но, мы понимаем, наполовину заполненный – это зависит от оптимизма. Я думаю, я что, аналогия в связи с банкетом что-то, наверное, да. Наполовину заполненный стакан – это наполовину пустой. Это эквивалент. По этой причине мы можем сказать следующее. В одной пленке имеется сфера ферми электронов, а в другой пленке, поскольку она наполовину заполнена, можно сказать сфера ферми электронов или сфера ферми дырок. Но нам удобнее сделать сферу ферми дырок. Тогда мы возвращаемся к предыдущей задаче. Имеется сфера ферми электронов и сфера ферми дырок. Только теперь это электроны композитные. У них есть некоторая специфика, на которой я не буду останавливаться. Но в этой системе действительно наблюдалось щель, появление щели. И в этой системе действительно наблюдалось сверхтекущество, которое нам и предсказывалось. То есть в этом смысле экспериментальное наблюдение есть, и экспериментаторы действительно ссылались на соответствующую работу. Теперь только два слова. Мне посоветовали не публикация формализма, но и два слова для тех, кто хочет чуть-чуть понимать на математичном языке, что означает то, что мы к одному электрону присоединили два квадратных потока. Это отвечает следующему. Мы сделаем калибровочное преобразование к другой фазе. То есть, но если мы делаем калибровочное преобразование, то для того, чтобы уравнение щельки рассталось им вариантом, нужно векторный потенциал изменить. То есть добавить новое поле, которое называется калибровочное. Так что мы так подобрали это калибровочное поле, что оно исходное, полностью скомпенсированное. Это и отвечает переходу к новым квадратным частицам. Теперь мы рассматривали систему плотную. В случае, если электроны и гирки находятся друг от друга далеко, то система из двух фермионов почти эквивалентно бозон. То есть на больших расстояниях, но мы говорим атом водорода, какой подчиняется статье? Базы, хотя он состоит из двух фермионов. Когда это справедливо? Для разреженного газа. Если очень плотная система, это уже было несправедливо. Потому что нам нужно учитывать фермируемость частиц, из которых состоит атом водорода. Теперь, вот в случае разреженной системы бозонов, огнен подавлен, при этом можно применить теорию слабо взаимодействующего воздуха газа, ну и рассчитать свойства соответствующей системы. Таким образом, имеются следующие предельные случаи. В случае плотной системы имеются две сферы ферми, и имеется связанное состояние путерский пар. Связанное состояние здесь существует всегда, вот по какой причине. Здесь сфера ферми, и по этой причине в имбурсном пространстве у нас электронные дырки живут на двумерной поверхности. А вы знаете из курса квантовой механики, что в случае трёхмерной системы связанное состояние существует только до так же глубокого потенциала, а в двумерной системе существует всегда. И оно экспоненциально как раз зависит от константа связи. И именно так и дело обстоит в теории Бартона-Купер-Шельфера. Это связанное состояние в имбурсном пространстве. Сигналы есть. Но при этом размер отдельной куперской пары он значительно больше в среднем расстоянии между куперской парами. То есть это общество абсолютно аморальное, как в эпоху неолита. То есть есть корреляции пар, но не индивидуальные пары. А вот в случае, когда концентрация маленькая, то это вот наше более высокоморальное общество. Оно состоит из индивидуальных пар. И такие обменные эффекты здесь подавлены. Ну и существует кроссовок. То есть если увеличивать непрерывным образом концентрацию, то непрерывным образом мы переходим в режим Бартона-Купер-Шельфера. Вот. Фактически в экспериментах, о которых я чуть позже скажу, был режим довольно все-таки сильных корреляций. То есть не очень сильно разреженная система. Теперь. Система, о которых шла речь, это пленки. То есть это квазидвумерные системы. Здесь есть специфика. В двумерной системе неприменим. Неприменим. Классификация фазовых переходов Ландау. И в этой системе дальний порядок или диагональный дальний порядок строго говоря отсутствует при температуре отличная дуля. за счет того, что очень сильно влияют флуктуации. Но если система небольшого размера, то не успевают нарасти эти флуктуации. Они логарифмически зависят от расстояния. И в системе возможно наблюдение база конденсатора. А на больших расстояниях происходит то, что называется фазным переходом костролица-таулюса или топологическим переходом. И переход, скажем, из сверхтекучего состояния в несвертекучее связан с тем, что в сверхтекучем состоянии вихри могут быть только антипараллельные и существовать парами, а в несвертекучем состоянии они диссоцируют. Ну, существует промежуточный режим. Я на нем останавливаться не буду. Он устанавливается с помощью специальной тактики. Теперь вопрос следующий. Как сделать ловушку, то есть сделать конечную систему для экситонов? Экситоны ведь частицы не заряжены. И по этой причине с помощью внешнего поля их не удержать. Ну, вот делается это следующими способами. Например, делается неоднородная деформация с помощью иголочки. Тогда в место, где сильнее деформация, эти экситоны скапливаются. Либо специальным образом вырезается соответствующий полупроводник. Либо делается управляющий электрод, очень неоднородный. Тогда имеется градиент поля, а градиент поля взаимодействует с дипольным моментом. И таким образом можно сделать ловушку. Но тогда возникает вообще вопрос. Если система из небольшого числа чтитов, что такое база конденсация? Что такое сверхтекучесть? А какие критерии англоушения база ячтеймерской конденсации? То есть, правильно ли нам говорят экспериментаторы, что они наблюдают именно база конденсации? Вопрос такой. Сколько частиц необходимо для того, чтобы наблюдался база конденсатор или сверхтекучесть? Вообще, это общий вопрос. Сколько нужно частиц, чтобы наблюдать какую-то фазу? Ну, в частности, вот здесь сверхтекучесть. Ну, конечно, ядрщики, которые присутствуют здесь, скажут, и сверхтекучесть. Да знаем мы это. Мы знаем, что существует сверхтекучесть даже в ядрах. А в ядрах, ну, сколько там, 90 частиц. То есть, достаточно небольшое число протонов и нейтронов спарить, для того, чтобы было спаривание, чтобы была аномалия в щели. И если есть аномалия в щели, то должна проявиться и сверхтекучесть. В чём проявляется сверхтекучесть? А сверхтекучесть проявляется в следующем. Если система сверхтекучести, она не может увлекаться. То есть, в полностью сверхтекучей системе в момент инерции не существует моментальной инерции. По этой причине, вот когда мы видим по телевизору, крутится фигуристка. Если бы она внутри была сверхтекучая, складывайся, не складывайся, не закрутишься. То есть, в момент инерции, в момент инерции 0. Вот, по этой причине можно было бы определять наличие сверхтекучей частиц, то есть, отношение числа сверхтекучей, ну, отношение, например, числа, вот здесь у меня сверхтекучей, отношение сверхтекучей компонента, полного числа здесь, это единица минус момент инерции в системе, в которой действительно есть сверхтекучей, в классическом момент инерции. А эффективный момент инерции нужно было бы считать, рассчитывать, как именно. Ну, значит, нужно было бы привести в систему вращения, и это отклик системы на вращение, вот с помощью вот приведённых форм. Здесь, конечно, есть проблема. Проблема состоит в следующем. Всегда ли отклонение от классического момента инерции связано с тем, что система сверхтекучей? Нет. Если в системе не очень небольшое число частиц, то за счёт того, что моменты разных компонентов не коммутируют друг с другом, будет отличие от классического всё равно момента инерции. То есть, на самом деле, вот эта формула будет работать, когда имеется уже несколько десятков частиц, то тогда вот можно посчитать отклонение отношения сверхтекучего числа частиц к нормальному по отношению моментов инерции. Теперь как определять, есть в системе базоконденсация или нет? Если в системе частиц имеется основное состояние в протяжённой системе, то все частицы находятся с импульсом равным нулю. По этой причине, если они рекомбинируют, то у них импульс, то они передают энергию фотона, если это двумерная система. Причём компоненты импульса вдоль системы равняются нулю. Потому что они все были в базоконденсации. И по этой причине соответствующий пик будет в точности перпендикулярен к соответствующему образцу. Потому что они передаются импульсом от базоконденсации. В случае, если есть ловушка, ну понятно, если размер ловушки L, то будет некая размазка гауссова вблизи порядка h9 на L, но не больше. Тогда это, по крайней мере, условие необходимы для того, чтобы был базоконденсат. Теперь интересно следующее. Если система конечная, если система была бы бесконечная, то соответствующую матрису плотности можно было бы факторизовать. Матрица плотности, одночастичная, равняется произведению Кси АТР1 на Кси АТР2 на очень больших расстояниях, а в конечностях или как. Но тогда можно преодолеть это трудно следующим образом. Взять и раздвигать не координаты, а времена. И тогда на больших временах может быть вот такая факторизация. То есть тогда можно было бы по неким откликам по частоте судить о наличии квазидальнего порядка в системе. Но существуют и другие некоторые определения. Я хочу это уже пропустить. Теперь вот разные определения дают немножечко разное число квазичастиц, число частиц в адденсации. В пределе они все совпадают, конечно. А для конечной системы они немножко не совпадают. Что говорит о том, что понятие базоконденсации в конечной системе это в общем вещь такая более-менее приближенная. И кроме того, непростая есть связь между наличием базоконденсации и сверхтекучести. В протяженной системе однозначно это устанавливается связь. И с наличием базоконденсации в системе взаимодействующих частиц всегда следует сверхтекучесть. А в системе небольшого числа частиц связь, конечно, существует. Но вот эти определения дают немножечко разные результаты, что говорит о том, что понятие числа сверхтекучих частиц в конечной системе это вещь в общем не очень однозначная. Теперь, что делается в эксперименте? В эксперименте делается следующее. Значит, как бы мы могли... Что является, как говорится, о решающем эксперименте? Что является решающим экспериментом для того, чтобы установить есть базоконденсация линия? Ну, во-первых, должен быть резкий пик в угловом распределении. Как я уже говорил, должен быть пик перпендикулярный данному образцу с очень маленькой шириной распределения, которая... и эта соответствующая ширина обратно пропорционально ширине ловушки. Кроме того, должна быть направлена интерференция в системе. Скажем, двухлучевая интерференция по схеме Юнка. То есть взять две части системы, которые мы подозреваем, что есть базоконденсат, и мы должны убедиться, что эти две части системы когерентны. То есть отдельно от них отвести люминесценцию, смешать и наблюдать интерференцию. Если интерферируют, значит, эти соответствующие компоненты, они какие-то. Ну, вот эксперимент в группе академика Тимофеева в Черноголовке показывает, что при температуре ниже некоторой вот в системе двух связанных квантов ям, а также в одной квантовой яме в сильном олимпийском поле, в которое раздвигает электронные дырки и создаёт деполь, действительно наблюдается очень узкий пик люминесценции при понижении температуры либо при увеличении накачки. Когда накачка становится больше некоторой, появляется узкий пик. Солнечная накачка лазерная становится больше. Это означает, что концентрация экситонов становится больше. Ну, когда концентрация экситонов такова, что температура перехода становится больше критической температуры, меньше критической температуры, при которой система приходит в базоконденсированное состояние, вот тогда происходит соответствующая базоконденсация и должна наблюдаться узкий пик. Вот оно и наблюдается. Кроме того, интерференционная картина также наблюдалась в этих экспериментах. То есть, по-видимому, тот эффект, который мы предсказали, действительно, он наблюдается и там есть конденсация. Теперь интересно следующее. Пусть имеется конденсат вот в системе вот этих двух квантовых нервов. В этом конденсате могут существовать два экситона, например. Возьмем пару экситонов. Эти пары экситонов находятся в конденсате, по этой причине полный импус ранен в нулю. Если они испускают два фотона, то конечный импульт должен равняться тоже в нулю, по закону сохранения импульса. Значит, как могут испускаться эти два фотона? Только в противоположные стороны. По этой причине, если существует процесс взаимодействия между этими экситонами, в результате которого испускаются два фотона, то эти два фотона могут быть только в противоположных направлениях. А следовательно, если мы поставим счетчики в направлениях под углом Пи, то там должно быть, и будем измерять эксперименты по схеме совпадения, то должен быть Пичев, который установит наличие корреляции между соответствующими фотонами. Но здесь еще по-хитрее дело состоит. Дело состоит в том, что должна быть корреляция вот с этим фотоном, потому что здесь сохраняется не полный импульс, а поскольку в системе есть варианты, относительно только сдвигов вдоль соответствующих ям, то сохраняется только проекция импульса. И по этой причине должна быть корреляция не только относительно фотона назад, но и фотона вот в этот бок, потому что фотон назад и фотон вот в бок, они подали одним и тем же, одной и той же проекцией. Вот такой интересный был бы эффект. То есть, если бы поставить счетчики и померить, измерить по схеме совпадения корреляции, то мы бы установили соответствующую корреляцию. Более того, представим себе, что падает лазерный луч вот в каком-то направлении. Поскольку имеются вот эффекты с двумя фотонами, распространяющимися в противоположные стороны, то тут происходит следующее. Вот этот лазерный луч, он стимулирует, он стимулирует процесс с испусканием фотонов вот в этом направлении, в его же направлении. Просто бозорный эффект. Но поскольку имеется единый процесс испускания фотонов в этом направлении и в этом направлении, то этот же луч стимулирует фотон, который в противоположном направлении. То есть, помимо нормального отражения, он стимулирует фотон, в противоположном направлении. И это выглядит как будто бы луч в точности отражается назад. Ну и кроме того, кроме того, он стимулирует еще вот фотон, который идет вот в эту сторону. Вот такое предсказание делается. Теперь, значит, сколько в моем распоряжении времени? Сейчас можно сделать перерыв? Тогда делаю перерыв. Еще один вопрос. У вас есть какие-то вопросы? Еще один вопрос. Еще один вопрос. Еще один вопрос. Спасибо. 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 Теперь некоторые другие возможности и другие экзотические фазы. Вот что будет с этой системой дипольных эксидонов, если концентрация эксидонов уменьшает, то есть взаимодействие увеличивается, либо диполи увеличилось. Увеличение диполя, например, если в одной квантовой яме взять электрическое поле и его увеличивать, дипольный момент растет, тогда получается усиление взаимодействия. Это усиление взаимодействия сначала приходит к тому, что, как я уже говорил, все больше и больше частиц выходит из конденсата и, кроме того, возникают корреляции и в пространстве. Но вот интересно следующее. Оказалось, что при достаточно большом дипольном моменте в системе возникает даже кристаллическая фаза. Ну, мы это сделали сначала с помощью аналитики, конечно, простой. А потом сделали это с помощью первопринципных расчетов. Вот в этих работах это сделано с помощью так называемого квантового метода Монтекана. Я благодарен кафедре теоретической ядерной физики, где я читаю как раз курс компьютерного моделирования. И, в частности, квантовый метод Монтекана. И вот оказалось, что при увеличении дипольного момента в системе возникает то, что называется квантовый фазовый переход. То есть, фазовый переход управляемый не температурой, а изменением некоторого параметра, в данном случае дипольного момента. В системе действительно, как показывают расчеты, возникает кристаллическая фаза. Интересно было бы вот ее наблюдать в эксперименте при достаточно больших моментах. Теперь, кроме того, оказалось следующее. Если взять систему небольшого числа частиц, диполь, в ловушке квадратичной, ну, скажем, как созданной внешним потенциалом, то распределение плотности в этой системе эволюционирует следующим образом. Сначала это вблизи центра ловушки, гауссиана. А вот хочу спросить у студентов, а почему гауссиана вблизи центра ловушки? Кто скажет мне? Из курса квантовой механики это вытекает. Система слабо взаимодействует, ну, скажем, почти не взаимодействует. Почему распределение плотности гауссиана? Кто скажет? Какая волновая функция в квадратичной яме? Это осциллятор. То есть гауссовая функция. Вот, значит, гауссиан. Потом при повышении, увеличении взаимодействия, происходит расталкивание частиц и вместо гауссиана возникает некое такое более протяжённое распределение плотности, которое описывается, в общем, моделью типа Томаса Ферме. И при ещё большем взаимодействии в системе неожиданно возникает следующее. На этом фоне непрерывном возникают некоторые скачки плотности. То есть возникают некие оболочки, то есть кристаллизация. То есть при повышении взаимодействия в системе возникает кристаллический порядок. Порядок, напоминающий кристаллический. Причём интересно следующее. Вот это действительно забавно. Вот эти осцилляции, их амплитуды не очень велики. Так что остаётся область под ними такая, что она принимает участие в себя в текучести. То есть в системе одновременно есть кристаллический порядок и одновременно есть сверхтекущий порядок. То есть в системе это, таким образом, компьютерное моделирование показывает, что в системе возникает некая фаза, ну вот в системе очень небольшого числа частиц относительно, там порядка ста частиц, которые называются суперсолидом. В своё время гипотезу о существовании такой фазы высказали Илья Михайлович Лившиц и Андрей Фёдорович. И... Сейчас... Значит, да, первые высказали... Там, в общем, не очень... Были ещё высказывания по этому поводу. Но первая работа действительно была Лившиц и Андреев. У меня была такая точка зрения, что, возможно, в квантовом кристалле существует несовпадение числа частиц и числа узлов. Тогда здесь вакансии в основном в состоянии системы. Вакансии в системе бозонов – это тоже бозоны. Подобно тому, как дырки в полупроводнике, то есть отсутствие электронов – это тоже фермиум. А здесь отсутствие бозонов – это тоже бозоны. И по этой причине в системе есть кристалл, но эти вакансионы, разреженный газ вакансионов, могли бы с базой конденсироваться и быть свертекущей системой. По этому поводу была очень обширная деятельность. Но вот оказалось следующее. И в нашем отделе мы, в частности, показывали, что в мезоскопической системе, в малой системе, такое существование возможно. Но когда число частиц увеличивается, то концентрация базой конденсата стремится к нулю, и в макроскопическом пределе она исчезает. То есть, по-видимому, макроскопического суперсолида, к сожалению, не существует. Вот если руками вводить вакансии, то, как показывает совсем недавняя наша работа по рукам и сюжетам, значит, в такой системе с неравновесными вакансиями суперсоли существовать не может. В равновесном случае – нет. А в мезоскопической системе небольшого числа частиц суперсоли существовать не может, оказалось. Ну и вот последний сюжет, о котором я хочу рассказать. Значит, таким образом, мы обсудили с вами две системы, в которых, по-видимому, наблюдается конденсация. Первая – это система двух связанных квантовых ям в электрическом поле или одной квантовой ямы в сильном электрическом поле с эксидонами. Электрическое поле наводит типольный момент в системе. И система соответствующих бозонов является скандинзированной в ловушке и, кроме того, наблюдается сверхтекучесть. Вторая система – это система двух электронных слоев в сильном магнитном поле с половинным заполнением уровня Вандау. В этой системе имеется мэппинг на предыдущую схему. Там тоже наблюдается сверхтекучесть. И, наконец, третий – очень популярный сейчас система. Система устроена следующим образом. Это оптическая полость, оптическая микрополость размером порядка оптической длины волны, скажем, от 40 до 800 нанометров. Ограниченная двумя брековскими зеркалами. Значит, у них коэффициент отражения очень большой. И по этой причине возможно многократное отражение фотонов. То есть, в фотоне существует здесь стоящая волна фотонная. Ну, мы будем рассматривать модуль с n равняется единице, то есть, когда имеется один печок вот посредине. Теперь, посредине этой оптической полости существует квантовая яма, то есть, тонкий слой полупроводника, в котором может быть возбужден экситон. Причем свойства этой квантовой ямы подбираются следующим образом. Энергия образования этого экситона в точности равняется энергией фотона, в котором образуется одна стоящая волна. То есть, имеется резонанс между двумя бозонами. Стоячим фотоном и экситоном. Один может превращаться в другой. Вот наш зоохаметр Иштяв очень любит эффект, когда происходит остелляции уровней в оптической полости атом и фотон. Значит, у него есть такая классическая работа. То есть, осцилляция – это осцилляция равна. Здесь осцилляции между фотоном и экситоном. В точности они находятся в условиях резонанса. Итак, вот, давайте посмотрим, что это за фотон сначала в этой микрокополости. Энергия фотона равняется С на К. К равняется корень из К параллельное в квадрате, вот К двумя метра, плюс К перпендикулярное. А К перпендикулярное – оно квантовано. Дальше я положу равным единицам. Дальше пойдет речь об очень маленьких К параллельных, потому что пойдет речь о конденсации этой системы с очень маленькими К. А величина Т делить на Л фиксированной. По этой причине, если я разложу этот корень, то разложение даст константочку плюс К в квадрате с неким коэффициентом. Этот коэффициент я обзову единицам делить на два массы, на удвоенную эффективную массу. То есть как бы у фотонов в полости появляется такой закон дисперсии, который эквивалентит появление эффективной массы. Но это эффективная масса только вот в этом направлении. Значит, вот закон дисперсии, вот здесь нарисован сначала квадратичный закон дисперсии, ну и, конечно, потом при больших планах переходит в линейный. Причем эта эффективная масса зависит только от геометрии полости. Правда, тут еще скорость света входит, скорость света в данном материале, то есть еще от геометрической реквизиальности. Так вот, эту величину я подберу так, ну и соответствующую энергию подберу так, чтобы энергия фотона при k2d равен 0, то есть πrλ, вот эта, была в точности равнялась и на пиексидону. Тогда произойдет следующее. Значит, имеется квадратичный вот этот закон дисперсии для фотона в полости. Причем… ой… А, ну да. Причем, вот если представить реальные реалистические значения a, ну, порядка там сотни нанометров, то соответствующая эффективная масса, так называемая эффективная масса, продольная эффективная масса фотона, она равняется, и это счастье, примерно 10 минус 4, 10 минус 5 от массы электрона. Для чего это мне нужно? А потому что температура перехода обратно в пропорциональной массе. Хочется поиграть на этом, чтобы увеличить резко температуру перехода. Тогда в системе, и так, имеется фотон, вот синенький, очень резкая, в зависимости энергии от импульса, очень резкая, потому что очень маленькая эффективная масса, 10 минус 4, 10 минус 5. Имеется экситон, энергия которого в точности совпадает с энергией фотона при импульсе равном нулю. У него тоже квадратичный закон дисперсии, но эффективная масса экситона, она порядка примерно 0,2 от электронной массы. По сравнению, 10 минус 4, 10 минус 5 для фотона. То есть на этом масштабе это почти плоская прямая. Ну почти прямая. Очень маленькая кривизна. Теперь в этой точке они совпадают, но они взаимодействуют фотон с экситономом. Фотон может рождать экситон. И это взаимодействие приводит к тому, что в точке врождения имеются два состояния, которые взаимодействуют друг с другом. В результате происходит расщепление. Вот это расщепление, расщепление рами, или в данном случае это полиритонное расщепление. В результате, в результате истинные состояния, это состояния вот эти расщепленные, нижние и верхние, они называются полиритонами. Вот вблизи точки резонанса, вот это полиритон, это волновая функция экситона, плюс волновая функция фотона с третьими коэффициентами. Вблизи корону 0, экситон почти одинаковый. Это наполовину экситон, наполовину фотон. А когда импульс увеличивается, вот при больших импульсах это почти экситон. При малых импульсах это больше фотон. Ну и так далее. Теперь, это БОЗовская система. В отличие от системы фотонов, да, у нас мы считаем, пусть фотон, пусть там как возбудилась, в системе живет достаточно долго. Потому что качество зеркал достаточно хорошее. На самом деле, пока в эксперименте оно не такое уж хорошее. Но тем не менее, достаточно для того, чтобы дать различные гигиенетные эффекты. И тогда в системе, если бы было равновесие, то полиэтоны бы взаимодействовали друг с друг. Фотоны в линейной среде не взаимодействуют. И по этой причине тепловое равновесие фотоны под системой установить их не можем. Но у полиэтона есть часть экситона, а экситоны друг с друг взаимодействуют. По этой причине полиритоны взаимодействуют друг с другом, и система может перейти в тепловое равновесное состояние, и при достаточно низкой температуре, поскольку и фотон, и экситон являются бозонами, то и линейная комбинация двух бозовских операторов – это тоже бозовский оператор. Линейная комбинация двух бозовских частиц – это тоже бозовская частица. Так что в системе может образоваться бозоконденсат полиритон. Ну, вот, допустим, образовался бозоконденсат полиритонов. Так. А чего она не хочет? Вот, наверное, круглую назву. А где? Да, вот, в базу переход. В базу переход. А, в базу переход. И, кстати, здесь есть лазерный образ, как он у нас спят. Вот это? А, вот так он нажимает? Ага, понятно. У меня другая штучка. Ага, значит, тогда, если бы образовалась такая бозоконденсация, то произошло бы следующее. На первой стадии накачивается полиритон в полости. На второй стадии система переходит в тепловое равномесие, полиритоны конденсируются, и возникает погеребность в системе. То есть, и фотоны, и эксидоны находятся в конденсации. И это два связанных конденсации. Фотоны и эксидоны. Теперь, зеркало все-таки чуть-чуть прозрачное. По этой причине, на границах полости, вот, фотоны могут вылетать, перпендикулярно. При этом, если действительно есть бозоконденсация, то они только перпендикулярно вылетают. И более того, они все находятся, ну, примерно в одном состоянии, поскольку они были в конденсации. То есть, фотоны, вылетающие отсюда, несут информацию о том, в каком состоянии они были здесь. То есть, в состоянии конденсата. А это означает, что, если бы это черный был ящик, и мы бы не знали, что там внутри, то мы бы сказали, что это лазерное излучение, когерентное излучение. При этом инверсии в системе нет. То есть, это безинверсионный лазер. Лазерное излучение формируется за счет того, что самоорганизуются полиритоны. Они приходят в тепловое равновесие за счет взаимодействия друг с другом. И вот в этом был интерес к этой задаче. Ну, здесь есть несколько вопросов. Первый вопрос. Ну, на самом деле, время жизни полиритонов в полосе, честно говоря, не очень легко. Но, тем не менее, в системе, как вы увидите, возникает ряд когерентных состояний. Ряд когерентных эффектов, которые наблюдают за постеременностью. Второй вопрос, который сейчас сильно обсуждается. Если есть в системе базоконденсации, а нет ли в системе сверхтекучести? То есть, если базоконденсированный составит, не может ли оно в себя втечь? То есть, мы не можем ли мы каким-то образом, бездиссипативным образом, передавать информацию и так далее, и так далее. И как это проявится? И, наконец, третий вопрос. Вопрос такой. Система племянная. Значит, для того, чтобы был базоконденсат, нам нужно сделать ловушку. Я чуть позже расскажу вам о ловушке для полиэтонов, она экспериментально осуществлена. Но в протяженной системе, тогда базоконденсации быть не может, но может быть, переход к остеренца-таулюса в сверхтекучее состояние. Но температура сверхпродящего, температура перехода сверхтекучего, она пропорциональна концентрации. И вот мы с моим соавтором Андреем Семеном развели некую теорию, как вычислить сверхтекучую плотность полиэтонов. Дело в том, что температура перехода пропорциональна сверхтекучей плотности. Обычная сверхтекучая плотность в системе вычисляется по рецепту Ландау. В чем состоит этот рецепт, который вот изложен в учебниках? Он состоит в следующем. Вы переходите в следующую систему отсчета и вычисляете импульс возбуждения. Дело в том, что только возбуждение температурное и дает вклад в нормальную компонентную систему. И по определению тогда импульс равняется плотности нормальной компоненты, умножить на массу частиц, умножить на скорость. Так что сверхтекучая плотность по определению равняется сверхтекучей, равняется полной плотности минус нормальной плотности. Что мы использовали вот в этом рецепте Ландау? Мы использовали переход другую систему отсчета. Считаем, что в системе есть галилеевая инвариантность. Это очень важно. Но дело состоит в следующем. В случае вот этой системы все не так просто. Потому что в этой системе мы по существу... Полиэтоны это линейная комбинация фотонов и кситонов. То есть мы делаем преобразование... Линейное преобразование в этой системе, а это линейное преобразование за инстатинбусом. Экситоны и фотоны. Раста, то взаимодействие... А взаимодействуют экситоны только друг с другом. И там есть операторы рождения и уничтожения экситонов. Но когда мы подставляем выражение его через полиэтоны, то получается, что это взаимодействие начинает зависеть от этих коэффициентов, которые в свою очередь зависят от инстатинбуса. А раз так, то вообще говоря, гамильтониан, вот под систему, которую мы рассматриваем, под систему полиэтонов на нижней вот этой веточке, она не инвариант относительно преобразования галилеи, и тогда рецепт Ландау нельзя применять. Ну вот, обходным моментом является следующее. Нужно это сделать с помощью вычисления, короче говоря, линейного открыта в системе. Подробностей я входить не буду, но, в общем, это можно сделать, и таким образом сделать оценку для температуры перехода в костер-экзотатинбуса. Результат интересный. Результат получается следующий. Что имеется два связанных состояний, два конденсата, фотон и экситор. Они, в принципе, фруктурируют, но они фруктурируют, вообще говоря, в основном в антифазе. И фаза между фазой экситорного конденсата, относительно фазой фотонного конденсата, фиксированная. Это приводит к ряду физических последствий, и у меня просто нет времени останавливаться на этом подробно. Но самое интересное, что, несмотря на то, что есть два конденсата, в системе только один есть фазовый переход в состоянии сверхтекучей, в состоянии костер-экзотатинбуса. И вот, значит, мы вычислили вот эту штуку, температуру перехода. Теперь, насчет локализации. Как локализовать вот эти полиэтуры, чтобы базокомпенсацию все-таки осуществить, чтобы система была не протяженной, а конечной? Ну, во-первых, поскольку экситоны связаны с фотонами, они завязаны, то можно удержать только одну компонентку. Либо фотоны, либо экситоны. В частности, с помощью неоднородной, вот, мой соавтор Делец-Ноук из Питцбурга, он делал следующее. Он просто давил иголочкой на полпроводник, было неоднородное поле, и в этом неоднородном поле стягивались экситоны. То есть, это была ловушка для экситонов. А поскольку фотоны завязаны с экситоновами, то это была и ловушка для полиэтонов. И таким образом, он пытался наблюдать базокомпенсацию. И утверждает, что наблюдал базокомпенсацию. Вот его эксперимент. Вот эта иголочка, которая давит вот на образец, вот на этот образец, в котором живут экситоны. Теперь, что наблюдается в эксперименте, помимо этого? Ну вот, в работе французской группы, ну, во-первых, при достаточно большой накачке наблюдается возникновение с ростом накачки острова пика. Острова пика ленинсценции. Как я уже говорил, наличие острова пика ленинсценции перпендикулярно простым, это свидетельство того, что в системе есть как раз базокомпенсация. Кроме того, наблюдаются еще и различные интерферационные эффекты. Так что, есть утверждение, что какой-то аналог конденсации есть. Сейчас вот люди разбираются, насколько этот аналог похож на базокомпенсацию. Мы предложили вот совсем недавно, в нашей работе о полигонной физрегии, сейчас вот готовится работа вместе с Андреем Семеновым, Значит, следующую схему обнаружения конденсата состоит в следующей. Вот имеется микрополость, в которой имеется стоящая волна. Вот стоящая волна. Вот имеется полуправдниковая квантовая яма, в которой возбуждается резонансным образом ксидрон. Представим себе, что мы погрузили в эту микрополость еще одну квантовую яму, в которой живут электроны. Тогда, если мы здесь приложим напряжение, здесь пойдет электрический ток, вот только в этой квантовой яме. Но электроны поляризуют экситоны. Они поляризуют их, взаимодействуют. И если это двигается, то и это начинает двигаться. Вот этот эффект называется эффектом увлечения. Вот первая работа по эффекту увлечения была вот наша работа, потом были еще, сейчас это громадная область. Здесь увлечение электронами экситонов. Но экситоны завязаны с фотоном. И таким образом увлекаются полиэтонами. То есть мы таким образом, с помощью электрического тока, можем ее и фотонами управлять. При этом интересно следующее. Значит, можно увлекать только нормальную компонентность, ее текучие не увлекаются. По этой причине, если бы была вот такая, что должно наблюдаться? Вот имеется пик, который отвечает по законоденсированным экситонам. Вот имеется некое распределение несконденсированных экситонов. Теперь, если мы начинаем увлекать, мы начинаем увлекать только не конденсированную часть. То есть вот эта штука синенькая, она почти вся сдвигается. Ну, за исключением некой подставочки, о которой я сейчас не очень хочу рассказывать подробностям. Значит, таким образом, вот наличие, появление вот такой несимметрии и того факта, что пик остается на месте, это было бы явное свидетельство того, что в системе есть конденсат. Вот этот эффект мы и предлагаем. Ну и кроме того, можно управлять еще этими полилетонами. Это можно посчитать с помощью системы кинетических уравнений. Микроскопические вещи здесь заключены во временах, в различных временах рассеяния. Ну и линеризовать соответствующие распределения для фотонов и электронов. И тогда можно рассчитать коэффициент увлечения. Это один способ. Второй способ, вот тот, который сейчас связан с законченной работой, это с помощью диаграммной техники рассчитать эффект, как говорят, трансконтактивити. То есть вот такую диаграмму, в которой есть две части. Одна вершина электронов, другая вершина экситронов и их взаимодействие между ними. То есть это электроны взаимодействуют с диплом. Расчет этой диаграммы должен давать как раз тот же самый ответ. Ну и оценки величины состоят в следующем, что, в принципе, в эксперименте должно наблюдаться возможным наблюдением угла наклона вылетающих фотонов за счет эффектов увлечения порядка до 20 градусов. И сколько в моем распоряжении? Уже? 20 минут почти. Еще 20? Да. А, я зря сильно тарахнулся. Хорошо. Значит, теперь вопрос о том, как описывать систему ловушек. Теперь я хочу рассказать о неком, как мне кажется, интересном подходе и некоторых интересных эффектов. Это работа наша с бывшей аспирантой кафедры ТИАФ Ниной Морной. Ныне она сотрудница МИХИ. Значит, задача состоит в следующем. Итак, мы знаем, что полиэтоны — это запутанное состояние, то есть линейная суперпозиция экситонов и фотонов. Ну или оператор рождения полиэтона — это линейная комбинация операторов экситонов и операторов фотонов. По этой причине конденсатная функция — это тоже линейная комбинация. Конденсатная функция экситонов — это полиэтонов и, соответственно, линейная комбинация конденсатных функций фотонов и полиэтонов. В принципе, по этой причине в системе есть два связанных конденсата, которые характеризуются своими волновыми функциями. Волновая функция конденсата экситонов и волновая функция фотонов. При этом их, естественно, описать системой двух связанных уравнений. Одно связанное, одно уравнение — это уравнение просто волновое, но в котором есть правая часть с источником. Источник — это источник, который описывает превращение экситонов в фотоны. И вторая часть — это уравнение, которое описывает экситонную часть с правой частью, которая описывает накачку фотонов. Эти два уравнения — это уравнения типа Гросса-Педаевского, которые описывают… Это по существу два нелинейных уравнения Шейнгера. Два нелинейных уравнения Шейнгера. Причем, на самом деле, нелинейность есть только для системы экситонов, поскольку они взаимодействуют друг с другом, а фотоны не взаимодействуют. То есть одно — нелинейное уравнение Шейнгера с правой части, а второе — линейное уравнение типа Шейнгера. То есть это уголовое уравнение. Вот такие два связанные уравнения. Их можно решить. Ответ такой, что при небольшой накачке имеются два профиля — экситонный и фотонный. При увеличении накачки, при увеличении химического потенциала профили фотонного конденсата и профили экситонного конденсата могут не совпадать. Вот это интересно. Это нечто новое, что описывается с помощью системы двух уравнений, описывающих два конденсата, а не один. И, в принципе, они сильно могут даже не совпадать при некоторых условиях. Ну, мы это делали другим способом. Вот моим учеником, он сейчас находится на естественном протесте. И, наконец, следующее. Интересный вопрос. А что будет, если экситон, если полиритоны являются нервной местной системой? Вот что будет, если мы в уравнении типа нелинейного уравнения Шейнгера введем член, который отвечает на качки и, кроме того, распаду конденсата, с чем-то связанным. Например, с вылетом фотона из полости. Оказывается, что в зависимости от пятна получается следующее. Сначала система однородная, то есть такой однородный конденсат. А потом происходит какое-то странное, это численный расчет, спонтальное нарушение симметрии. И образуются в системе вихри. Обычные вихри, как вы знаете из курса статистической физики, образуются только за счет того, что свертекущая жидкость вращается со скоростью больше энергетической. Тогда образуется вихри фельма. А здесь, оказывается, они образуются спонтанным образом. Вообще говоря, в эксперименте наблюдаются какие-то странные пиары. Может быть, именно это явление? Это, я не знаю, это пока вопрос только для размышлений. Ну и я подхожу к концу, на самом деле. Так что выводим. Имеются различные фазы экситонов, в которых наблюдается конденсация сейчас. И, по всей вероятности, вот в системе дипольных экситонов, скорее всего, действительно наблюдается конденсация. Теперь в системе двух связанных электронов, несомненно, наблюдалась сверхтекучесть. Нет вопроса. Что касается базоконденсации и сверхтекучести экситонов, то сейчас это большой вопрос. Дело состоит в том, что имеется все-таки добротность соответствующих оптических полосей сейчас порядка сорока тысяч. Напоминаю, что добротность – это частота делиться на ширину. Вот. Порядка сорока тысяч. Еще недостаточно. То есть время жизни порядка десятков и косяков. И вроде бы получается так, что какая-то частичная равновесие за это время может установиться. Но это явно не полная равновесие. И вот по этой причине сейчас очень важно развивать линейную, временную задачу для базоконденсатора. Как? Речь идет не о термодинамике базоконденсатора, а о динамике. Как именно возникает конденсат при охлаждении? До какой степени мы дошли? Ну вот видны эффекты, что могут быть в этой системе возникать топологические возбуждения, даже если имеется нестационарность. То есть пока этот вопрос не решен. Хотя экспериментаторы назнают, что они наблюдают базоконденсатора. Ну, спасибо за внимание. И большое спасибо моим дорогим соавторам. Грише Астракарчику, с которым мы много лет сотрудничаем, мой бывший аспирант, сейчас в Барселоне Олегу Бернову, вот сейчас в Нью-Йорке в Тьюнии Игорь Кубаков, Андрея Семенову, Алексея Филинову и Дни Иннокродной. Я прошу прощения здесь. Спасибо. Вопросы? Можете сказать, пожалуйста, про Барселону на 20-х? Что-что? Скажите, пожалуйста, про магнонный конденсат. Какой? Конденсат магнонов. Магнонов? Магноны – это спиновые волны. Теперь утверждается, что при накачке спиновых волн такой спиновый конденсат может возникнуть. Но, понимаете, дело состоит в очереди. На самом деле можно говорить было бы и о том, что на самом деле конденсаты и раньше наблюдались. В частности. вот, например, рассмотрим антиферметин крома. Антиферметин крома иногда рассматривается следующим образом. Это как волна спиновой плотности. Но макроскопическая волна спиновой плотности. Идея состоит в следующем. Как можно было бы это объяснить происхождение? Объяснить происхождение – это следующий сценарий. Вот имеются электроны с одним импульсом, дырки с другим импульсом. Причем минимум в электронной зоне не совпадает с максимумом в дырочной зоне. Они развернутся на некий импульс. Тогда, в принципе, могло бы происходить спаривание с импульсом отличный мозг. Образовалась бы волна. Какая волна? А это залитие. Как вы спариваете? Вы спариваете с каким спином? Вот такие спины или вот такие спины? Значит, в принципе, если вы спариваете с учетом спинов, то если у вас одинаковая спина, то, в принципе, могла бы просто образоваться волна в плотности. В другом случае у вас могла бы образоваться волна спиновой плотности. Но волна спиновой плотности – это и есть антиферманетизм в одном направлении. Магнитный момент направлен в эту сторону, в другую сторону. Если учесть межзонные переходы и еще кое-какие эффекты, то оказывается, что эта система не будет обладать никакими сверхсвойствами, кроме того, что есть вот это предотвечение. По этой причине иногда понятие базоконденсатор используют для того, чтобы описать данное состояние, но никаких сверхсвойств при этом не возникает. Это состояние называется в состоянии экситонного диалектрика. Как показал, было показано впервые в работе Келмеша Гусейнова, за счет межзонного перехода происходит то, что называется фиксация фазы, то есть фаза не может быть любой. Значит, в системе не может быть никаких сверхтоков, потому что токи связаны с градиентами фазы. Достаточно небольшого изменения фазы, чтобы потек какой-то сверхток и так далее. Никаких сверхспособ не будет, кроме антиферманетизма. То есть это способ просто описания. По этой причине базоконденсация – это не только объявление с некоторым задействием способом типа сверхтекучести, но и способ описания, полезный способ описания таких фазовых переходов, как переходы в антифермагнитное состояние, в состоянии фазового перехода металл-тилетик и так далее. Еще? А можно я спрошу? Да. Может быть, на самом деле, прозвучало ответ на этот вопрос? Я прослушал. Вот в такой системе, где у вас кситоны связаны с фатономами, можно получить что-нибудь? И сейчас вообще близкими вопросами занимаются. То есть вопрос такой. Дело в том, что от вопроса сверхозлучения – это фактически у вас есть… В первоначале была накачка, правильно? Вот вопрос тот, которым занимаются – что будет, если у вас была накачка, но в системе есть и конденсат, и вот как наличие этого конденсата сказывается на вот этих лазерных эффектах? Это интересный вопрос, сейчас только этим занимаются. По этой причине получается следующее, что при некоторых режимах в системе возникает то, что называется режим безинверсионного лазера, а при некоторых других режимах, скажем, при большей накачке, возникают режим безинверсионного лазерного типа. Сначала сверхозлучение, потом вот вазон. И есть некий фазовый переход еще между ними. Вот это самое интересное, чем сейчас. Так что угадали. Мы занимаемся, но мы еще… Еще ответы один. То есть можно тоже бежать и заниматься? Да. Спасибо. Ну что, это была последняя лекция. На этом школа закрывается. Завтра у вас завтрак, небольшой отдых. После обеда, который остается в час, мы отсюда все уезжаем. Два часа отходит автобус. По-моему, все записали, да? Решите мне, во-первых, поблагодарить всех лекторов, в лице тех, которые остались, за то, что они приехали, прочитали чрезвычайно интересные лекции. Надеюсь, они все были очень полезны. Решите вас поблагодарить слушателей, которые приехали сюда. И, вот, внимательно все это слушали. Надеюсь, все это оказалось вам очень полезным. Ну, и разрешите выразить надежду на то, что наша школа будет продавать свободы. Да, и где-то через два года мы снова добудем денег и сможем организовать такую же школу. Может быть, здесь, а может, подешевле, где-нибудь опять на новую, я не знаю. Как получится. Так что, до встречи и успехов вам всем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пару технических, как говорится. Значит, свежий Владик, конечно, сказал, точнее, Пушторил, который раньше сошел в 2 часа. Значит, те, кто записались ехать на автобусе, вы, пожалуйста, не теряйте еще 2 часа, хорошо, лучше раньше будете. И у нас, несмотря на то, что научная программа закончилась, культурная жизнь, как говорится. А вот где он был? Вот так. Потому что сегодня в 9 часов будет дискотека-байк для слушателей, и лекторов, и гостей, и всех участников школы. И это еще не все. Мы решили участников, ну, в основном служебами, проинтервивировать нас на предмет того, что вам понравилось, и что, может быть, нужно было бы улучшить, изменить и так далее. Поэтому я всем пошлю анкету, небольшой, там, 5-6 вопросов, которые надо заполнить и вернуть. мне в электронный полк. Хорошо? Теперь все? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ